Друзья, приветствую, благодарю вас за доверие. Я думала о том, хотела бы я родиться в начале прошлого века и сказала, нет-нет-нет, самое ужасное время. Но сейчас мы с вами переживаем своё ужасное время. На каждого человека в каждой жизни есть свои испытания. Вот нам выпал коронавирус и нам выпала эта ужасная война. Я называю всё-таки это испытанием, потому что я могу быть абсолютно профессионально, только в одной теме, в теме здоровья. Вот на тему здоровья, пожалуйста. И как профессионал в сфере здоровья я вижу, что сегодня главная проблема во всём мире – это хронические болезни. Мы сталкиваемся с тем, что медицина должна фактически в постоянном режиме времени помогать чуть ли не половине населения. А это нереально. Медицина с таким никогда не справится. Людей много, рук не хватает. Поэтому медицина выполняет самую главную функцию. Фактически это функция спасения. То есть нужно очень серьёзно заболеть, чтобы попасть в руки медицины. А теперь вопрос к тому, что будет завтра. Могу лишь говорить о сфере здоровья. И мой профессионалист подсказывает, что в ближайшем будущем мы вынуждены будем разбираться в своём организме самостоятельно. Я всегда об этом говорила. Кто взял ответственность за своё здоровье на себя, тот в выигрыше. Чем дальше, тем больше людей, тем меньше свободной минутки на каждого пациента у вашего доктора. Они уже давно говорят, что нас ждут технологии, которые отслеживают наши показатели только в критических состояниях. Я не могу это поддержать. И если вы знаете, сейчас совершенно другая вводится технология даже постановки диагноза, который оболванивает врача. А я Елена Бахтина. Я врач, я мама. И я хочу оставить лучшие будущие детям. Я хочу, чтобы они жили в здоровом мире. Поэтому создаю приложение, которое вместо врача будет отвечать вам, давать консультации на том этапе, пока это не болезнь. Это так важно. Важны такие рекомендации, которые борются не с симптомами, а с первопричиной. Уже скоро-скоро вы станете частью проекта. Ещё раз благодарю за ваше доверие.